здравствуйте дорогие подписчики и зрители моего канала месяц назад я пошла поливать сад сама до этого мне поливать помогала племянница и сестра но они видимо поливали и не обращали внимание на то что на деревьях поселилась для с мая по июнь у меня было очень много работы было много посадок растений поэтому ну вот так вот получилось что в начале июня я пошла поливать сама и заметила что на всех деревьях у меня тля участок мы обрабатывали до этого от всех вредителей трижды что я сделала значит я удалила сначала листья на которых находится тля ну вот видите несколько у меня осталось видимо не заметила а вот и закрепила ловчий пояс из сантепона я взяла кусочек сантепона привязала к стволу дерева шпагатом из джута то есть вот такую вот пушистую преграду муравьи преодолеть уже не могут они в ней запутываются и спрыгают прыгают на почву а подняться уже снова они не могут и значит опрыскиваю я обычно мыльным раствором с водой смешиваю где-то 150 грамм жидкого мыла хозяйственного либо любого другого хоть фэри на 5 литров воды то есть 150 грамм мыло на 5 литров воды и опрыскиваю этим раствором как видите вот уже прошло больше месяца не муравьев на дереве нет ли нету а сейчас я покажу вишню вишне видимо кустовая мы взяли кустовую и ветки они лежат прямо на почве видимо муравьи забираются то есть вот сейчас я буду думать что мне сделать это у нас яблоня колоновидная то есть мы их брали три штучки и вот видите новые листочки выросли все чистенько она вишни есть и сегодня я снова опрыскала водой из раствора мыльного мыльной воды можно не просто взять мыльную воду а можно сделать раствор на основе настоя например жгучего перца либо лука чеснока и туда вот тоже на 5 литров например этого настоя добавить 150 грамм мыло жидкого и вот таким раствором опрыскать но не забывайте этот раствор необходимо смывать то есть ну смотрите прогноз погоды ну допустим я делаю так посмотрела что через сутки будет дождь и то есть вот опрыскиваю если дождя не будет то есть этот раствор нужно смывать раствор вот этот вот мыльный он закупоривает у насекомых дыхальца их то есть отверстие чем они дышат и насекомые погибают но и для растения тоже как бы мыльный раствор вот это вот оставлять его нельзя поэтому необходимо смывать всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал до свидания